МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, все-таки моя творческая сила – это моя родина в Башкорстане. Потому что я вот здесь живу, здесь жили мои родители, жили мои деды, прадеды. И вот эта вот земля, пусть это как-то звучит, может, высокопарная, она как-то меня все время заряжает. Заряжают меня люди, с кем я общаюсь. Даже смеются. Ты можешь изменить как-то название своих выставков? Мой Башкорстан, Башкорстан – сердце мое, Башкорстан – от Азерия, Башкорстан – земля дружбы. Вот я все начинаю именно от своего Башкорстана. 30 лет тому назад мы собрались в семь амбициозных фотографов для того, чтобы создать фотоклуб. И вот его, эта творческая жилка, создавать, организовывать, она проявлялась всегда на протяжении вот того времени, как я его знаю. Организовать ли Союз фотохудожников Республики Башкорстан, один из первых в России и в Советском Союзе в то время. Или организовать акцию «Природа, культура Башкорстана». Или собрать творческий вечер фотохудожников Республики. Очень такой заинтересованный был мальчиком и очень юмористом, юмористически он разговаривал с нами, с учителями, как наравне. Без вредных привычек такой деревенский простой мальчишка, открытый, одевается, как хочет, как может. Друзья достойные, какие преданные, они были очень дружные. Он остался вот таким же, вот та же улыбка, те же слова добрые. И вот доброта у него заложена с детства. Он же увлекся портретами, это от доброй души. Он понимает душу старика, старушки, подруги, женщин, детей. Это значит, у него душа открыта для других людей. Ну, мягкий, добрый человек. Среди учащихся только у него был фотоаппарат. Это раньше же смена, что ли, как назывался, вот маленький фотоаппарат, но тем не менее он постоянно фотографировал, и прекрасные фото получалось. Хочу добавить, с этим фотоаппаратом он на уроки ходил. Правда, на уроках он не занимался, не мешал ему, но тем не менее он готов был в любой момент. Висел на плечах. У нас в музее вот этот есть фотокарточка его. Он своими фотографиями, успехами с нами делится, звонит. Мы очень гордимся. Мы очень гордимся нашим таким прекрасным выпускникам. Субтитры сделал DimaTorzok Искусство это, конечно, сегодня только вообще не появилось и только сегодня не развивается. Были вообще Руси, у нас в Башкорстане прекрасные художники, фотохудожники, которые снимали еще вот с такими прекрасными камерами. Они неплохие, они просто... У них ряд процессов, которые надо было самому делать. Проявлять, пленку купить там, потом печатать. Вот сейчас вот эта сегодняшняя аппаратура, вот какую-то вот часть, вот эта техническая часть, снимает с этого художника. Художник становится ближе творчеству. У нас вот был прекрасный фотохудожник Рафаэль Исламов. Уникальные были художники. Анатолий Михайлович Виноградов, Марат Александрович Герасимов. Был уникальный художник, военный фотокорреспондент. Это Бронштейн. Потом мы дружили очень хорошими мастерами, мировым именем, которые снимали Великой Отечественной войны. Это Абраменко. Он подарил нам свои вообще работы. Благодаря него мы узнали, что в территории Абзолизовском районе был маршал Жуков. Евгений Анатольевич Халдей, который во время войны снимал Мустайка Рима, встречался на фронте Фаредапа Кудашевой, снимал наших башкирских конников. Тюомин, который снимал последние кадры войны. Очень часто я обращаюсь к его творчеству как к учебному пособию, потому что его работы, как классика башкирской фотографии, интересны не только своей широтой показа жизни башкирского народа, жизни просто людей, окружающих его природу, башкирстана. Он всегда найдет какой-то ключик и какой-то штрих показать с новой стороны, с новой точки ту или иную проблему, которую он видит. Решая какие-то совместные проекты фотографические. Удивляешься его находкам, которые он находит в самых простых и самых банальных ситуациях. Его снимки, они волнуют нас. И вот смотря на его снимки, обыденные снимки становятся чем-то немножко по-другому. Они на уровне художественного искусства уже. Он в своих произведениях, я бы так сказал, запечатлел весь спектр жизни башкирстана. В первую очередь его природу. Горы, озера, реки, вот эти холмистые места и затем ковыльный степ, чем богата наша башкирстана. Некоторые скучные производственные дела, процессы в его снимках немножко совершенно по-другому выглядят. Добавляется дополнительное уважение к этим производственным делам. И начинаешь даже некоторые, больше люди начинают понимать. Рамиль Исмодилович Кельмаматов. Мой прекрасный друг, юный друг и мой учитель. 35 лет идем мы с ним в обнимку. Подарил мне альбом. Когда я этот альбом получил, я просто, ну, сказать попросту, обалдел от счастья. Такие фотографии поразили меня. О нашей жизни, о наших прелестях и о наших трудностях, недостатках. Сейчас этот альбом гуляет у детей, а они там на работе показывают, так что ведь это все не лежит. Рамиль Исмодилович очень корректный товарищ. Ведь нас вот в любительском кино ведь как склоняли, как нас ругали. А он ценил в тебе все качества, никогда не унижал. Он всегда находил подход. И вот его характер, он отражен как раз в его сегодняшних работах. Деревенский дом, деревня, улица, животные, лошади, поляна, дети. И в конце концов, старик какой-то уже совсем старый. Вот одинаково все так хорошо смотрится и понимается с зрителем. Это надо иметь талант, видимо. Не каждый вот это уловить может. Уметь найти момент, что фотографировать и как фотографировать, как это сделать. У него в этом отношении действительно талант. Я тоже горжусь и удивляюсь способности это. Вот на выставке именно показан был район, как именно изменяется районный райцентр, его деревня, люди как меняются, какими становятся люди. Вот это он умел уловить и фотографировать, показать, выразить через фото именно отношение к ним, к этим событиям. я вот все сравниваю, вот все гуры сравниваю с кем-то, вот долины сравниваю с кем-то, опайларблен, там вот это вот, обайларблен, я вот иной раз в облаках вижу рисунок, вот изображение своего отца, вот, я это не придумываю, это не, нет, это не болезнь, это просто я хочу таким его видеть, понимаете, и вот земля меня, вот наша вот земля, она тоже вот, наверное, меня понимает и меня подсказывает, вот бывает, конечно, красивые места, очень красивые места, но его же еще художник должен оживить своим восприятием, а просто так вот фиксировать красивое, созданное самим вот это величайшим вот природой, это только мало для художника, художник должен все это осмыслить и через себя пропустить и создать свою работу. Менгелек мухаббет Эсейден куздер Июлдар Гайтыльген Отайден куздер Шуна Хау Кенес Кунгын Ауа Лайбы Кунгелден Аклыгым Куздерден Кунгелден Кунгелден Аклыгым Кунгелден Аклыгым Куздерден Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Наиль Галеев, Хасанов. Они действительно создают сегодняшнюю историю нашей республики. Я отбывал во многих краях. В Саксонской, Швейцарии, например, которому молится вся Европа. Башкирия в этом смысле просто нераскрытый стран. Ну вот Рамиль из могилы все раскрывает. Он показывает. Тысяча снимков Рамиль делать не будет. Будет делать сколько надо, и получится то, что надо. Вот если вот так работать, получается фотохудожник класса Рамили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова